Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Наталья Леонтьева. Я оперная певица, драматическая сопрано, солистка европейских оперных театров, вокальных педагог и телесно-ориентированный психолог. Тема психологического насилия, возможно, главная тема моей жизни. Я научилась с этим справляться, и я научилась распознавать его в других и избавлять от этого. Потому что я голосовой реабилитатор, я реабилитирую сломанные голоса. Я каждый день имею дело с теми, кто не смог стать чемпионом и кто был отсеян за профнепригодностью. И таких людей я чиню, поднимаю и возвращаю им профессию и голос. Поэтому я решила сделать этот вебинар, посвященный этой теме, который называется «Парадигма насилия. Петь или кричать?». Вебинар будет проводиться 27 февраля, и на нем будет затронуто большое количество тем вокруг самой главной, которую я уже озвучила. Я затрону такие вопросы, как действительно ли насилие и муштра – это самый эффективный способ для достижения высочайших целей в жизни, в том числе и профессиональных. Как психологическое насилие, пережитое в детстве, влияет на нас, на отношение к самому себе, на наше здоровье, счастье, чувство удовлетворенности, на наши, в том числе и достижения. Где в теле живет насилие? Это я вам буду говорить уже профессионально, как телесно ориентированный психолог. Как отношение к самому себе и психологическое насилие, пережитое в детстве, каким образом оно влияет на наш голос, в том числе на наш певческий голос. И, в конце концов, как это влияет на наших детей, на их здоровье, на их успешность, на их ощущение счастья, на их будущее. Если у вас возникли какие-то дополнительные вопросы, вы можете мне их задать, сформулировав, записав и послав их Максу, моему организатору. Записывайтесь на вебинар. Я предлагаю вам посмотреть небольшой отрывок из документального фильма «Пленник терпсихоры». После этого я вернусь к вам на небольшое послесловие. О, Балет, ты прекрасное искусство. Ты согреваешь даже ледяные сердца. Если бы ты знал, как я ненавижу тебя. Вот и, пожалуйста, наши дети. Мунтагирова, Каратаева и Егоровская. Вот вышли сюда девочки. К нам поближе подошли. Я хочу вас огорчить, что мы еще после этого просмотра поставили вам двойки. Это значит, что вы в очень плохом положении, у вас с данными не важно. Понятно? И просмотр сегодняшний показал, что у вас недостаточно возможностей учиться. Поняли меня? Техника внутреннего раскрепощения у нас мало развита. А вот техника внутреннего закрепощения, вот тут мы впереди планеты всей. Вот уже третью неделю, третью репетицию, Людмила Павловна выколачивает из меня работу. Раздражается, распаляется. И все из-за меня, ее умной и способной ученицы. Мне здесь не нужна твоя эмоциональность. Ее на сцене выдай. Я пришла, чтобы вытянуть ноги, руки и все на место поставить. А там будешь как чувствуешь. Мне жаль ЛП. Она устала от моего сопротивления. Но я не могу сделать так, как она хочет. Это все равно, что переступить какой-то моральный барьер. Ей хочется добиться от меня результата. Мне тоже хочется. Но я устала от ее давления. Неужели нельзя как-то по-другому? Я тут ковыркалась с тобой над всем этим. Ну, устала. Вон там дверь гуляй отсюда, если ты устала. Делай до конца и пошла отсюда вон. Человек, который вне обсуждения. Ее нужно терпеть такой, какая она есть. Под нее надо подстраиваться, а не стараться оценивать. Слушай, ты, это урок. Мы никому ничего не показываем. На ногу встань. Больше. Вот так. А если бояться, то это очень плохо. Я не знаю, это виднее со стороны. Я не чувствую. Я не могу тоже себя все время подавить и думать, боится она меня или не боится. Мне все равно, боится она меня или не боится. Швелись, честно говоря. Нахалка такая. Присели. С такой мордой с кислой не ходи ко мне в глаз. Не нравится, убирайся. Присели. Голову учи, сказала. Здарная дура. Левая еще раз. Ты реагируешь на мои замечания, как на назойливое жужжание мухи. Да одно и то же я тебе говорю. Но ты ведь не делаешь. Ты не меняешь ничего в своем исполнении. Не меняешь. Я все про себя знаю. И что я ленивая, нецепкая мозгами, и прямодомна. Все правильно. Но я не материал. Не хочу быть материалом. Теперь, когда вы посмотрели отрывки из этого фильма, я предлагаю вам сформулировать какие-то вопросы, которые у вас, возможно, возникли. Эти методики преподавания, которые существовали на протяжении столетий, работают ли они сейчас? И что сейчас случилось в 21 веке? Какие есть новые методики? Может быть, более прогрессивные? Это вебинар. Вам никуда не надо идти. Мы поговорим на эту тему. Буду очень рада вас всех видеть и слышать 27 февраля. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!